Вот такая погода у нас. 13 января. Идет дождь. Все тает. Плюс 5. И очень-очень скользко. Здравствуйте, друзья! С вами Ирина и вы в Эстонии. Сегодня 13 января. И я вам хочу показать, что у меня уже растет. Вот растет у меня огурчик. У него очень хорошая корневая. Не знаю, видно вам или нет. Уже все дно покрыла эта корневая огурчика. И томатик. И это у меня растет для домашнего выращивания. Балконный огурец. Я посадила одну семечку. Видите, схожая, стопроцентная. И вот такие томатики. Это ампельный для горшка. Вот. Но совсем скоро я уже начну высаживать томатики, которые будут у меня для раннего урожая. Крупноплодные. А сейчас я вам хочу немножко показать. Вот уже тюльпанчики у меня посажены. Ну, это, конечно, баловство. Это просто мне хочется, чтобы были ранние тюльпаны дома. А потом я их высажу уже в грунт. И микрозелень. И рекомендую, кто кушает такие вещи. Сейчас я... Вот. Такие вот. У нас эту зелень продают. Видно вам? Угу. И, кстати, вот мне прямо напомнили. Вот я увидела рекламу продажи этой зелени. И мне напомнили. И я, скорее, сразу посадила. В общем, посадила я 11-го, 01-го, 11-го числа. Вот два дня прошло. Ой, как воды много, надо насыпать грунта. И уже всходит. И знаете, что это? Как вы думаете, что это? Это семена подсолнечника. Это самая быстрая микрозелень. И она не такая микро. Там все-таки есть, что есть. И на бутерброд и в салатик она очень удобна, неприхотлива. И действительно не такая мелкая. И очень вкусная и полезная, естественно, первая микрозелень. Что хочу сказать? Прорастает она у меня. В кокосовом субстракте, в кокосе. И вот кокос тоже можно перелить. Хотя вот такая вот, вот такая упаковка была, да? Там упаковка 5 килограмм. И там 70 литров земли. Это очень удобно для выгонки семян. Вообще это прекрасная вещь. Я ее очень люблю. И здесь у меня огурцы. Огурец посажен. Вот тоже видно субстракт сверху, да? Но он в перемешку уже с огородной землей. Я принесла домой огородную землю. В ведре я заготавливаю. И перемешала с кокосом. И вот посадила. И тут вот огурец точно. Тут будет расти какое-то долгое время. А потом я уже его пересажу в большой горшок. А помидорку я скоро пересажу отдельно. Кокосовый субстракт сам по себе он пустой. И если... В нем тоже можно, пишут, выращивать. Но его тогда надо будет удобрять. Постоянной химией поливать ваши растишки. Так, сейчас я еще на микрозелень посажу горчицу. Вот я приготовила вот такую горчицу. Я покупаю в маленьких упаковках, где приправы в магазине. Ну, отдел приправ в магазине. Вот такая, да, горчичка. И я сейчас высыплю. И я уже посажу базилик. Его можно рано сажать и на зелень, и его потом можно черенковать. Он прекрасно в стаканчике с водой дает корни. И размножать. И тогда у вас будет много базилика и не будет занимать много места. Вот, сейчас посажу базилик. Еще я посажу сейчас горький перец. Ну, такой свой. Он, ну, такой пересушенный и очень долго всходит. Вот у меня тут одна штучка есть, если вам видно. Вот, и как-то семечка была такая сухая, что, в общем, непонятно, будет расти или нет. Так что вот, в этом году я буду сажать. Отдам предпочтение, короче, я всем томатам, сердцевидным томатам. И вот эта вот пачечка у меня, это только сержанты. И сержанты у меня в этом году разные. И я сделаю отдельное видео про сержанты с фотографиями. Фотографии оригинального сержанта мои, а остальные все из интернета, именно от продавца. Потому что, ну, я буду сажать их первый раз. Сержант Пеппер. Так. И в этом году я буду замачивать помидоры. Семена буду замачивать. Ну, может, еще что-то. Вот так вот я придумала. Это Феррари Роше. И вот так вот я нарезала эти кругляшки, не помню, как это называется. И, в общем, вот так буду замачивать семена. И некоторые семена даже протравлю ну, в перекиси. Ничего больше я не буду делать. Только в перекиси. Вот такой лайфхак. И вот еще, что хочу показать вам. Ну, это для этого можно использовать любую клизмочку детскую или чего угодно. Это для полива маленьких растишек. Это очень удобно, чтобы не перелить. И вот поливаю я вот так вот по краю. А сейчас я вам покажу, сколько получается грунта. И вот в этом неудобство этого кокосового субстракта. вот как он выглядит. Это 5 килограмм вот в таком огромном ящике. Это большой ящик. Его... Не знаю, как его разделять частями, когда он в сухом виде. Ну, просто невозможно. Мы и пробовали пилить, и... В общем, никак. Немножко замачиваешь его, и тогда он начинает рассыпаться. В этом огромное неудобство, потому что ему надо много места. Вот надо какую-то большую посудину иметь, чтобы его как-то немножко раздербанить. А так это, конечно, очень ценная вещь. И в этом году я буду... Не буду покупать землю магазинную не для рассады, не для выгонки. А вот буду использовать только кокосовый субстракт со своей огородной землей смешивать. Потому что мне кажется, что все болезни и живность, которая у меня вдруг появилась, это от покупного грунта. Никогда не было. Ну, я раньше и не покупала грунт. А как-то теперь все модно, смотришь. Ну вот. В общем, вот такие дела. Ну вот, сейчас я присыплю сухим кокосовым грунтом эти семена. А то прям правда водичка, чтобы они у нас не подпортились. Но это микрозелень, это вообще не страшно. Они подрастут сантиметров 5 и будет у нас вкуснотища. И на хлебушек, на бутербродик, и в салатик. Это правда самая лучшая. Это самая неприхотливая. и насыщенная такая зеленая масса. Это подсолнечник. Подсолнечник, как сидират, использовать не рекомендуют, потому что он очень сильно опустошает почву. Он забирает все, что ему надо. Вот еще, что не забыла сказать, под какой лампой они у меня растут. Обычная ледовая лампа. Вот настольная лампа, обычная ледовая. И когда вот эти были еще малыши, лампа была опущена пониже, вот так вот. И прекрасненько растет. И видите, огурчик не вытягивается, ничего не вытягивается. Всем удачи, здоровья. До новых встреч. И скоро начнем сажать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok